Здравствуйте! Лекция, сегодняшняя тема – сердечно-сосудистая система. Актуальность темы – значение сердечно-сосудистой системы, жизнедеятельность организма настолько велика, что изучение этой системы обособлилось две самостоятельные направления – кардиология и ангиология. Сердечно-сосудистая система делится на центральную часть сердца и периферическую часть. Центральная часть состоит – эндокард, миокард, эпикард, периферическая часть – кровеносные сосуды и лимфатические сосуды. Эмбриональный источник развития сосудов. Вторая неделя эмбриогенеза. Мизинхима в стенке желточного мешка, кровяные островки, клетки крови и кровеносные сосуды. Общий принцип строения артерии. Внутренняя оболочка, которая состоит эндотели на базальной мембране, под эндотериальный слой, внутренняя эластическая мембрана. Второй – средняя оболочка. Клетки миоциты, фибробласты, волокна, эластические, коллагеновые. Третий слой – наружная оболочка. Адвинтициальная, наружная эластическая мембрана, рыхлая соединительная ткань с нервными волокнами и сосудами. Главное различие в строении разновидности артерии – отличие в соотношении составных элементов, средней оболочки сосудов. Миоциты, эластические волокна. Артерии эластического типа. Относится дуга аорты, грудная и брюшная аорта. Гемодинамические условия. Первые – большие перепады давления при сыстоле и диастоле. Высокая скорость движения крови. Морфологическое отличие. В средней оболочке преобладают эластические волокна, которые образуют окончательные эластические мембраны. Между ними располагаются миоциты, фибробласты и фиброциты. Артерии мышечного типа. Относятся все артерии среднего и малого калибра. Гемодинамические условия. Падение давления крови, снижение скорости движения крови. Морфологические особенности. В средней оболочке преобладают миоциты. Хорошо выражены внутренние и наружные эластические мембраны. Артерии смешанного типа. Относятся крупные сосуды, отходящие от дуги аорты, сонные артерии, подключичная артерия и легочной ствол. Гемодинамические условия. Средние между условиями артериями эластического и мышечного типа. Морфологические особенности. В средней оболочке равной соотношении содержания гладкомышечных клеток и эластических волокон. Сосуды микроциркуляторного русла. Состав артериолы, гемокапилляры, венулы, артериовентикулярные анастомозы. Функция. Первое. Обмен веществ между кровью и тканями. Второе. Регуляция кровенаполнения тканей органа. И третье. Депонирование крови. Гемокапилляры. Составные структурные элементы стенки гемокапилляра. Это первый перициты, второй эндотелиоциты и третий базальные мембраны. Главный фактор, определяющий проницаемость стенки капилляра. Толщина цитоплазмы, эндотелиоцита и базальная мембрана. Перициты не образуют сплошного слоя и на проницаемость стенки капилляра существенно не влияют. Типы гемокапилляров. А. Первое. Соматического типа. 5-7 микрометров. Эндотелиоциты и базальная мембрана. Непрерывны. Имеются в коже, скелетной мускулатуре и в слизистых оболочках. Второе. Бенистированного типа. 8-12 микрометров. Эндотелий имеет фенистри, базальная мембрана сплошная, имеется в почечных клубочках, эндокринных железах и кишечнике. Синусоидного типа. 20-30 и более микрометров. Эндотелий и базальная мембрана. Не сплошные. Прерывистые. Имеются в органах кроветворения, печени и эндокринных железах. Вены. Полые вены человека, которые делятся на наружные, внутренние и средние. На картинке вы видите нервно-сосудистый пучок. На слайде вы видите сердце, которое состоит у нас из 4 камеров. Правое, левое, предсердие, левый и правый желудочек. Есть сосуды. Это вена кава супериор, инфериор вена кава супериор. Имеются клапаны, двухстворчатый и трехстворчатый клапан. Этапы эмбриогенеза сердца. Сердце закладывается на третьей неделе эмбриогенеза из двух источников. Первый – мезинхима, парные тяжи, эндотелиальные трубки и эндокарт. Второй – висцеральный листок, сплан хтомов, миокардиальные пластинки, миокарт и эпикарт. На слайде видно стенки сердца, которое состоит из двух слоев – волокнистых волокон и зернистых. Разновидность кардиомиоцитов. Первый – сократительный кардиомиоцит типичный. Второй – атипичный проводящий кардиомиоцит, образует проводящую систему сердца и секреторный кардиомиоцит. На слайде видно сократительный кардиомиоцит, который состоит из двух частей и видите соединительные кардиомиоциты. На слайде видно сократительный кардиомиоцит, который состоит из трех зон. Атипичные кариомиоциты. Слабо развит миофибриллярный аппарат маломитохондрии. Содержит больше саркоплазмы с большим количеством включения гликогена. Саркоплазма слабооксифильна. Функция обеспечивает автоматию сердца. Атипичные кариомиоциты вы можете наблюдать в этих трех слайдах. Секреторный кариомиоцит располагается в предсердиях. В цитоплазме имеется эндоплазматическая сеть гранулярного типа, плазмачатый комплекс, секреторные гранулы. Функция выработка натриоуретического фактора плюс глюкопротеинов, препятствующие тромбообразованию. Так, и у нас остается, это особенности регенерации. Сосуды эндокард и эпикард регенируют хорошо. Репаративная регенерация миокарда плохо выражена. Физиологическая регенерация миокарда осуществляется путем внутриклеточной регенерации. Постоянное обновление изношенных органоидов. На этом наша лекция «Сердечно-сосудистая система» закончилась. Благодарю за внимание. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова